МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что мы все едины. В чем богатая история города? Турист вне закона. Россиянин пытался вывезти скот из Беларуси. Транспортировался с целью дальнейшей перепродажи. Поскольку обошлись сувениры. Вместе навсегда ЗАГС приглашает торжественно отметить юбилей совместной жизни. 1 октября в 12 часов начала праздничной церемонии. Как провести годовщину? А также российский партнер, творческое развитие и злаковое производство. Беларусь будет выпускать витамины групп С и Б. Кто поддержал проект? Есть чем поделиться. Президент встретился с губернатором Мурманской области. Повязка дня. Экспорт белорусских грузов, прежде всего, калийных удобрений через порты города-партнеры. Кроме того, обсудили увеличение товарооборота. Уже сейчас он превышает сотни миллионов долларов ежегодно. Есть наработки по поставкам нашей техники, в частности, карьерных самосвалов. Контракты расписаны на ближайшие несколько лет. А еще коммунальные дорожные машины и не только. В части импортозамещения Беларусь готова подставить российским регионам производственное плечо. Еще с советских времен, я помню, жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе и с полей. Картофель, там и другие продукты. Можем продолжить, если вас это устраивает. Сотрудничество в промышленности, строительство, поставки стройматериалов, лифтового оборудования. Многие говорят, что Мурманской области – это далеко. Но это дальше, чем Питер. Но это не Владивосток и не Сахалин, с которыми им очень тесно сотрудничаем и не Амурская область. Это в разы ближе. Готовы подставить свое плечо по чистой воде. Программа «Чистая вода». Знаю, что вы недавно проводили серьезное совещание в области по поводу обеспечения населения всем необходимым. Вода – это одна из составляющих. Мы научились делать станции водоочистки и другие мероприятия, связанные с чистой водой. Поэтому с большим удовольствием готовы здесь подставить свое плечо. Позже Александр Лукашенко встретился с Натальей Качановой. Глава государства поинтересовался текущей деятельностью и ближайшими планами Совета Республики. Председатель часто проводит телефонные линии и общается с людьми, поэтому президента интересовало, что говорит народ. Живой груз в Кировском районе задержали россиянина. Правоохранители остановили авто. В полуприцепе обнаружили 30 бычков стоимостью около 65 тысяч рублей. Документы на них у водителя отсутствовали. Выяснилось, животные были закуплены в куполе. Транспортировался с целью дальнейшей перепродажи. Автомобиль с грузом задержан. По данному факту проводится проверка. Правоохранители постоянно проводят рейды на объектах агропромышленных комплексов, выявляют кражи и несоответствия. Короткий маршрут, военные учения и сладкие боксы. Беларуси приступили к производству новогодних подарков. Сколько видов наборов появится на полках магазинов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Специалисты Белорусской национальной биотехнологической корпорации начнут выпускать витамины групп С и Б. Уже достигнуты договоренности с китайскими партнерами. Сейчас уникальное предприятие изготавливает 4 вида аминокислот из зерна. К слову, всего 5 стран в мире имеют лицензию на производство. В республике стартовали командно-штабные учения вооруженных сил. Главная локация – полигон Брестский. Задействуют также территории Минской и Витебской областей. Солдаты на практике отрабатывают ведение боев как вдоль госграницы, так и в воздухе. За проведением следят представители военно-дипломатического корпуса зарубежных стран. Белгоспищепром запустил производство новогодних подарков. Процесс ответственный и трудоемкий. Происходит вручную, поэтому начинается примерно за 3,5 месяца до самих праздников. Всего планируют выпустить около 70 видов наборов. Часть сладких боксов уйдет на экспорт в Россию, Казахстан, Азербайджан, США и Латвию. Белавиа сократила время в пути на два курорта Турции. Добраться быстрее можно и в Сочи, Стамбул, Ереван. Благодаря разрешению на полеты через Астрахань и Волгоград, которые авиакомпания получила от Росавиации. Ранее маршрут пролегал через Казахстан. На продолжительность рейса влияет целый ряд факторов, в том числе погодные условия. В стране обновили порядок деятельности детских школ искусств. Они могут быть как государственными, так и частными. Главные задачи учреждений – эстетическое воспитание, культурное, интеллектуальное и личное развитие. Не менее важно мотивировать воспитанников к дальнейшему обучению в сфере – в колледжах и вузах. Броня крепкая, танки наши быстрые. В воскресенье Беларусь отметит один из самых грандиозных праздников вооруженных сил. Накануне Бобруйск вспомнил славную военную историю. До 92-го здесь дислоцировалась 5-я гвардейская краснознаменная армия. 70 тысяч штуков и 3 тысячи бронетранспортеров. По огневой мощи страны Татьяна Горбач. Главная точка притяжения – мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев. Митинг объявляется открытым. Цветы и венки к подножию возлагают руководство Первомайского района, военнослужащие Бобруйского гарнизона и будущие защитники Родины. Красные гвоздики и минута молчания. В память о павших героях, чьи имена навеки впечатаны в стену и в благодарные сердца потомков. Хочу поздравить воинов-танкистов, все вооруженные силы, потому что мы все едины с этим прекрасным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья, здоровья родным и близким и, конечно, чистого мирного неба над нашей прекрасной республикой Беларусь. С танкистами всегда работали в одной связке, потому что мы противовоздушная оборона. Мы их во всех видах боевых действий прикрывали. Хочется поздравить всех танкистов с праздником, пожелать им крепкого здоровья, успехов в боевой подготовке. У города на Березине славная военная история. Именно здесь до 1992-го дислоцировалась 5-я гвардейская краснознаменная танковая армия. Во многом именно благодаря ей советские войска одержали победу на Курской дуге и смогли переломить ход Второй мировой. Легендарный Т-34 – один из главных символов Второй мировой и самый массовый танк. За время войны было создано свыше 55 тысяч машин различных модификаций. И неудивительно, в этой уникальной технике оптимально сочетается огневая мощь, крепкая броня и поразительная маневренность. С импровизированной сцены звучат песни, работают тематические и игровые площадки. За солдатской кашей выстраиваются настоящие очереди. В программе – квест-игра «Путь к победе», лазертак, аквагрим и катание на лошадях. Для самых маленьких – городок и батуты. Праздник замечательный, много народу собралось, все с хорошим настроением, все такие позитивные. Приятно находиться в такой обстановке. Ну и мой ребенок тоже любит ходить на такие праздники. Вот, смотрите, щечку и нарисовали. Да? Спасибо большое за то, что такие праздники у нас устраиваются. Хорошая погода, хорошее настроение, хорошая организация. Все хорошо? Мы рады, что такое каша кормят наших военнослужащих. Очень вкусная каша, оценили. Сегодня белорусские танкисты – ударная сила страны. На вооружении больше тысячи бронированных машин Т-72. Они обладают большой огневой мощью и высокой маневренностью. Быстро преодолевают обширные расстояния и водные преграды. Это могучая, современная техника, способная осуществлять боевые задачи, а главное – поддерживать мир. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Идентификационная технология. В Беларуси расширяется использование радиочастотных меток для баллонов жиженого газа. Маркировка позволяет отслеживать весь маршрут емкости от производства до поставки потребителю. Также это удобный метод контроля за состоянием, оперативный учет и распределение. В пилотный проект по внедрению RFID-маркировки уже успешно реализована Могилевская газонаполнительная станция. При попадании баллона на склад предприятия производится считывание информации с данной метки, у которой указывается номер баллона, дата его изготовления. Это все автоматически вносится в программу. В Бобруйске метками оснащены уже 80% баллонов. Планируется, что инновационный проект реализуют и в других регионах страны. Любовь с золотым отливом. ЗАГС приглашает супружеские пары торжественно отметить юбилей совместной жизни. Поздравления для пенсионеров традиционно организуются при поддержке центров соцобслуживания населения. Торжество проводится на безвозмездной основе. Для записи понадобится лишь паспорт и свидетельство о заключении брака. Дорогие юбиляры, от всей души приглашаем вас принять участие в акции, посвященной Дню пожилого человека. Мы хотим провести ваше торжество, золотой юбилей, 55 лет совместной жизни, 60 лет совместной жизни. 1 октября в 12 часов начало праздничной церемонии, посвященной юбилейным свадьбам. Добро пожаловать! Теплые пожелания, дорогие сердцу воспоминаний и знаковые страницы биографии юбиляров непременно создадут атмосферу незабываемого праздника. Записаться на торжественную церемонию можно по телефону 73-48-29. Заявки принимают и тетационные по месту жительства. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать!